Ваши рыбки клевали, да вы их поймать не дали. Вот теперь сами ее и ловите, большую и маленькую. Лицы с окушками, ничего не получилось. В двух лунках удалось поймать несколько штук неплохой плотвы, ну такая, грамм по 150, по 100. С учетом того, что другие вообще говорили, что не клюет плотва совсем сегодня, то есть вчера, мне все-таки плотву поймать удалось. Ловил на мормышку от северных мастерских, граненка крупная, но это самые мелкие, которые у меня мормышки от них, поэтому вот они сработали. На самом деле, скорее всего, место, конечно, нашел, но работоспособна приманка однозначно. У нас обычно как раз на желтую, то есть черно-белым бисером ловят, бисер, конечно, это я поставил, граненка крупная, то есть это грани на самом шальке вольфрамовом крупные, а мормышка мелкая. Сейчас попробуем, если рыба здесь есть, то попробуем ее поймать, соответственно, если нет, будем искать. Насчет хищника пока не знаю, есть блесны, есть мормышки покрупнее, а там как выйдет. Потому что вчера, говорю, снимать особо нечего было, но я немножко там поснимал, именно вот моменты поимки ловли на эту мормышку. На другом пруду, наоборот, клюют окушки, но в основном мелкие. В паре лунок я подергал на блесну тишина. То есть вчера было сильное давление, рыба не поднималась раньше там, это, выше 10 сантиметров от дна, в принципе. И приходилось вымучивать, каждая поклевка это скорее исключение исправил, чем нормальный клев. То есть приходилось очень сильно упираться. Посмотрим, как сегодня будет. Вышел, конечно, поздно, но зато, видите, под колокольный взвон начинаем ловить. Так, ловить я буду одной рукой, иначе просто я буду все загораживать. Блин, опять у меня тут все куда-то в бок уехало. После ящика приходится править хлыстик, он слишком мягкий, из мягкой пластмассы, но неплохо амортизирует. Пока лень менять на что-то другое. Вчера саму стоянку плотву я нашел, но, говорю, каждую плотву приходилось очень сильно уговаривать. И поклевки были, как небольшой сбой игры. Одна или две были, ну, похожи на нормальную, то есть когда она активна. Одно дернуло так, что я прям как спиннингом почувствовал. Сегодня будем смотреть, что из этого выйдет. Будем разные места пробовать. Но, скорее всего, в основном буду ловить на мормышку. Потому что, говорю, чтобы ловить на блесну, надо активного окуня. А я его пока не нашел. С таким ветром тяжело вообще понять, что происходит. Вот, видите, есть молотва. Первая. Нормального размера. То есть, вроде бы, присутствует. Так, блин, у меня этот. Ладно, не будем время тратить. На самом деле, бестолку. То есть, она здесь сейчас клевать сильно не будет. Все-таки есть рыба. Еще одна плотва. То есть, можно упираться и ловить. Но будет довольно скучно, потому что место одно. Рыба одна и та же. И, соответственно, клевать будет не часто, но будет. О, мне кажется, есть петелька здесь. Как раз отлично подходит. Получается, эдакая ведерко. И улетать не будет, и рыбу класть удобно. Все-таки есть рыба под берегом. Но клюет очень непонятно. То есть, пока аккумулятор менял, успел поймать плотву. То есть, пришлось ее в кадре уже вынимать. Интересно. Есть и здесь плотва. То есть, она вот здесь вокруг куста ходит. Ловить ее довольно сложно. Но она здесь есть. Сложно, но можно. То есть, можно поупираться. Но это, конечно, прямо это... Принуждение к клеву. Ну, ладно. Пусть так. Нифига себе, долбит. И сошлась. Платва все-таки клюет-то, оказывается. Работают мормышки от северных мастерских. Малая граненка. Извините, граненка-то крупная, мормышка мелкая. Граненка имеется в виду у них в названии. Это грани самого шарика, из которого сделана. Видите, есть рыба. Просто очень пассивная. Но хорошая плотва попадается. Сейчас отклюнул, как нормальная рыба. Главное, соблазнить. Кажется, криво-косо висит. Оп, что-то было. То есть, опять, рыба и есть. Но крайне пассивная. Клевать не хочет. Тем не менее, уводится. Что-то будет. Типа-косо висит. Пропалная! Нет! Нет! Все. Прямо. Продолжение следует...